Мир вам, Игнатий Иванович. Так мир-то есть, Игнатий Борисович. Вот так. Говори. Мир вам. С миром. У меня к вам вопрос по делу. Я этот вопрос уже задавал Александру Борцову, но я так ответ до конца и не получил. Может ли верующий христианин православный, ну, как бы иметь отношения какие-то любовные, ну, не в смысле блуда, а с неверующей. Какие они отношения? В чем они выражаются? Ну, как бы, ну, как объясню, ну, встречаться. Ну, как встречаться? А зачем тебе это нужно? Зачем искушаться? Это очень сильная сеть, в которую больше всего людей попадает. Тем более, она если одна, она не должна с вами быть даже близко. Родители должны беречь ее, потому что за этим была смертная казнь. Если она, кажется, не девственница. Но она не верующая. Ну, а что она верующая? Верующая. А верующая что, не падает разве? Там не спрашивали у Израиля, верующая, не верующая. Мусульмане никогда одну ее не отпустят. Даже к зубному врачу идут они и сразу предупреждают. Отец и сын сидят и руки держат на кинжале. Чтобы он не коснулся дальше. Вот, вот зуб пошаришься, все. Ниже руку не опускай. Вот как они любят их. Сидят двое с кинжалами. Не бойся, а тут можно ли ходить? Да зачем тебе нужно думать об этом? Ты еще не жил, не знаешь, какая это беда. Женщина это глубокая яма. Откуда из колодца не вытащит? Никто. Ну, вот написано, если женишься, не согрешишь. Не согрешишь, женись. И любуйся ею. А как женится, она нехорошая. Сразу разводиться надо. Нет, а вы просто неправильно поняли. Верующий с неверующим может? По канонам вообще. Потому что мне Александр говорили... Нет, таких канонов и нету. Если ты согрешил, тебя, значит, отлучают от церкви на 7 лет. Нет, он говорит, вообще, верующий с неверующим может человеком жить? В браке. Ну, с братьями или что ли? Нет, в браке, в браке. Верующий человек с неверующим может в браке жить? В браке? Да, в браке. Ну, а как ты думаешь, овечка с волком может жить или нет? Нет. Ну, так еще. Рожки да ножки бабушки останутся. Как это? Какое общение у Христа с Виляром, Павел говорит? Так у верного с неверным. Прямо Павел в этом говорит. Еще не считал об этом? Считал. Ну, так считал. Зачем меня искушаешь? Да нет, я просто ответ не получил на это. Да какой ответ-то тебе? Зачем-то это? Когда написано, верующий, неверующий. Там все другое. Им не нужно Бога. Они противники, враги Богу. И что ты можешь себе разговаривать или еще? Если она верующая, тут вопрос другой. Все, я понял. За это еще придется отвечать. Ладно, хорошо, я понял. Я вас понял, Тихонич, спасибо. Дух, это не я. Меня зачем понимать-то? Ты слово Божие считай. И представляй, что ты перед Богом. Ты сегодня умрешь. Тебе это надо? Ну, и все, и душа пошла в ад. Береги себя. Береги, говорит, честь молодого, а одежду снова. Ну, вот так. Все хорошо, спаси Христу. Четко, ясно. Никаких встреч, ничего это не надо. Занимайся, у тебя время и так немного. Занимайся делом Божьим. Изучай священное писание. Свидетельствуй о Боге. Помогай нуждающимся. Себя сокращай в питании, во всем. Потому что приближается Рождество Христово. Нигде пост не нарушай, ни под каким видом. Геннадий Тихонович, я вот эти три дня решил ничего не есть до субботы. Вот три дня просто голодать буду. Ну, не голодать. Голодать такого нету. Пост это не голодание. Это смирение. Слово голодание нигде к посту не относится. Пост это я в пищи листает, вот она у меня есть, а я ее в рот не беру. И никакого голода-то нету. Голодает человек, когда ничего нету. Голодная зима, наступила, есть нечего. В Писании нигде пост не считается голодом. А верность Богу. Если ты решил больше трех дней не пить, не есть, священникам посоветуйся. Но они, как правило, не разрешают дальше. У нас нет таких священников в Оренбурге. У нас нет таких священников. Ну, да еще на это сказать. Ну, все тогда. Все, с Богом. С Богом, давай, начинай, трудись. С Богом, давай, начинай. С Богом, давай, начинай. С Богом, давай, начинай.